Здравствуйте, я Смарёв Роман Станиславович, доцент в кафедре компьютерной системы и сети Московского государственного технического университета Либауна. Это курс «Языки интернет-программирования». И на сегодня мы рассмотрим 16-ю лекцию нашего курса, посвященную веб-серверам и размещению веб-приложений, облачным технологиям и тому, как реально надо действовать, в случае, если вы хотите разместить и сделать ваше приложение доступным для широкого круга пользователей. Первый вопрос, с которым мы начнем эту лекцию, естественно, это веб-серверы. Почему это веб-серверы? Потому что именно веб-серверы — это те программы, которые обеспечивают размещение ваших приложений и, собственно, доступ к вашим приложениям. Среди веб-серверов, которые можно использовать для Ruby. На первом месте, естественно, выделим Apache веб-сервер. Кроме того, широко используется Nginx. Также могут быть использованы различные Java веб-серверы и существует большое количество Ruby веб-серверов. При этом обращаю внимание на то, что очень долгие годы использовался веб-сервер под названием Webbrick, но основная его задача — это размещение отладочных приложений. То есть единственное, для чего он нужен — для оплаты. Этот веб-сервер медленный и использовать его для серьезных вещей не годится. А также есть большое количество прочих веб-серверов. О части из них мы поговорим чуть позже. Что такое веб-сервер Apache? Ранее я уже упоминал о том, что этот веб-сервер является самым популярным, пожалуй, из тех, которые используются в интернете. Это веб-сервер с открытым исходным кодом. Раздословно он ведет от 1991 года. Это веб-сервер, который был создан в организации SEM, то есть ядерный центр исследовательский швейцарский. И первое его название — HTTPD, которое, в общем-то, сохранилось до сих пор как имя файла. Ну и дальше постепенно включались новые разработчики, и начиная с 1995 года он стал называться Apache, как рекуррентное название Apache Server. Веб-сервер Apache, по сути, сейчас это open-source сервер, который дал основу для создания организации Apache Software Foundation. Что это такое? На данный момент это организация, которая берет свою защиту, скорее, координацию, и заставляет соответствующие типовые услуги и типовые подходы различным open-source проектам. Поэтому на тот момент это был единственный open-source проект, который назывался HTTPD. Сейчас под Apache следует понимать что-то типа зонтичного бренда, под которым можно публиковать свои open-source решения, но Apache Foundation сейчас просто так к себе, кого попало, не берет. То есть вы должны удовлетворять определенным условием, чтобы вас туда поместили. Сначала вас поместят в инкубатор, если все в порядке, то через определенное время, когда проект достиг определенной зрелости, этот продукт может быть перемещен уже в основные репозитории Apache. Apache предоставляет mail-list, списки рассылки, средства для развертывания приложений, средства для тестирования приложений, какие-то еще дополнительные консультационные услуги. Ну, насчет финансовой поддержки, мне, честно говоря, неизвестно. Не уверен, что. Скорее всего, Apache Software Foundation просто предоставляет возможность пользоваться брендом Apache с тем, чтобы раскручивать свой программный продукт. Конкретно по тому, как работает веб-сервер Apache, рекомендую прочитать материалы IBM, если вас интересуют исторические аспекты. Ну, и посмотреть те ссылки, которые здесь приводятся. Что нас интересует? Ну, по архитектурным особенностям, прежде всего, нас интересует ядро Apache. Первая версия, просто как самый простой вариант. Просто с тем, чтобы иметь представление о том, как работает веб-сервер как таковой. Что мы здесь можем увидеть? Мы можем видеть ядро. То есть, HTTP-Co — это базовая часть и внутренние его службы, внутренние, даже не классы, потому что он написан на ОСИ, внутренние модули. Есть модули конфигурирования, есть цикл ожидания, цикл обработки, протокольная часть и часть обрабатывающих запросов. Ну, и, кроме того, вспомогательные утилиты, буферы и прочие. И также есть V-host. То, что мы здесь видим, это ядро Apache версии 1. То есть, достаточно старая версия Apache. Ну, говорить, что версия 2.0 на муниках отличается, наверное, не следует, потому что, в принципе, архитектура унаследована. Просто рассматривать сейчас архитектуру Apache 2.0 было бы гораздо дольше, чем привести примеры на Apache 1.0. То есть, что здесь мы можем увидеть? Есть внешняя часть, взаимодействующая с окружающей средой, то есть, запросы от пользователей через протокольную часть V-host, поддержка множественных узлов на одной машине. Поскольку есть виртуальные узлы, у нас есть возможность множество доменов ассоциировать с одним-единственным IP-адресом и на одном сервере запускать множество веб-приложений, которые обслуживаются различными доменами. Самое главное, что мы здесь можем видеть, это общий цикл обработки, то есть, main loop. И это одна из тех самых проблем, которые сказываются на производительности Apache. То есть, одна из особенностей Apache является то, что обработка запросов является блокирующей. И поэтому в качестве альтернативы Apache был разработан веб-сервер, который называется Nginx. Он разработчик Игорь Сусоев. Первая версия, 2004 год. В начале 2000-х годов он работал компанией Rounder, и, соответственно, Nginx была разработка, которая была, прежде всего, ориентирована, потому что не нужна. Основная особенность — это отсутствие блокировок. То есть, им нужен был простенький колесный веб-сервер, он же балансировщик. Ну, относительно предпосылок создания и почему это все было создано, читайте вот эту статью, достаточно неплохо описанная статья. Проблема 10К — это 10 тысяч одновременных соединений. То есть, высоконагруженный сайт 10К, напоминаю, что это начало 2000-х. То есть, проблема, как обеспечить обслуживание 10 тысяч одновременных каналов на тех машинах, которые были почти 20 лет назад. Ну, основная область применения Nginx на данный момент — это неполноценный веб-сервер, скорее, а скорее балансировщик на отгрузке. Но, тем не менее, компания сейчас делает всю возможность тем, чтобы на этом именно веб-сервере можно было размещать приложение как таковое. Поддержку Ruby они добавили совсем недавно, о чем буквально на последних неделях прошло объявление. В чем принципиально отличается архитектура Nginx? Нас, прежде всего, интересует вот эта часть. То есть, для обработки запросов есть так называемый локер. Локер — это отдельный обработчик, количество которых регламентируется в конкретной машине. В зависимости от того, сколько у вас процессоров, сколько доступных ядер на этих процессорах, вы можете сконфигурировать его на запуск параллельных локеров. Все эти локеры можем запускать и прибивать по мере работы сервера, причем динамически можем управлять настройкой. То есть, самое главное, что решено здесь. Здесь нет блокировки, нет обментистной точки, через которые осуживаются все запросы. То есть, количество локеров здесь меняется. Мы их можем настроить по потребностям. И, в общем-то, схема обработки сделана таким образом, чтобы обработка была неблокирующей. То есть, максимально быстро принятый запрос передать на обработку. В случае Apache это не так. Было, по крайней мере, не так. То есть, ну, как следствие, затраты на оперативную память для того, чтобы запустить эти самые 10К-соединений, в случае Nginx намного ниже, чем в случае Apache. И, опять же, зачем потанутся Nginx? Ну, потому что на тот момент на Apache веб-сервере сделать это было нельзя. Они были очень дорого за счет затрат на оборудование. Среди коммерческих веб-серверов, ну, зависит от того, какого рода клиентов вы будете обслуживать. И, как правило, коммерческие веб-серверы интересуют те компании, как правило, это компании, как правило, для внутреннего использования, которые уже используют продукты определенного вендора. То есть, если компания использует продукты IBM, не заставляйте ее покупать у Microsoft Ease. То же самое касается Microsoft Ease. Если компания полностью глубоко сидит на продуктах от Microsoft, скорее всего, они не будут хотеть устанавливать что-то от Oracle или от IBM. То есть, в этом случае мы просто исходим из того, что уже используется, что у них уже закуплено, и размещаем приложения на каком-то из имеющихся коммерческих веб-серверах. Для себя, как правило, если мы рассматриваем размещение в интернете, то размещение сейчас происходит чаще всего на Linux веб-серверах. Большинство вот сайтов, которые размещаются, то есть не корпоративных, а тех сайтов, которые делаются на массовых пользователей, размещаются на Linux веб-серверах. В этих случаях редко используются коммерческие веб-серверы, хотя могут использоваться коммерческие дистрибутики. По размещению Ruby-приложений. Что мы можем делать? Мы можем, во-первых, использовать специализированные Ruby-веб-серверы, во-вторых, мы можем использовать Apache или Benginx с дополнительными модулями, широко известные это Fusion Passenger, несколько слов о нем чуть позже. Мы можем использовать специализированные веб-серверы типа Unicorn или Puma, то есть это веб-серверы, ориентированные конкретно на Rails, на Ruby, и плюс к ним внешний балансировщик, который реализован на Linux. Кроме того, мы можем использовать JRuby, то есть в этих случаях мы используем MRI, то есть Ruby, который реализован на C, как правило, хотя можем другие использовать версии. В случае JRuby появляется возможность разместить Ruby-приложения в рамках Java-веб-сервера, Java-аппликейшн-сервера. Ну и среди них, естественно, JBoss, Wildfly, в общем-то кодовая база очень схожая, Tomcat, Glassfish, так, ну и в том числе мы можем Puma запустить под JRuby. Если мы рассматриваем оба автономных размещения, один из самых легковесных веб-серверов — это веб-сервер Thym, ну или Тонкий. Это веб-сервер, который был разработан именно для Ruby-приложений, для приложений, использующих REC. Это событийноуправляемый, воднопроцессный сервер. Он легковесный, имеет встроенную баферизацию запросов, но какое-либо масштабирование не предусмотрено. То есть, если это простенькое веб-приложение для обслуживания какого-то предприятия, например, внутри этого предприятия, вы легко можете использовать веб-сервер Thym. Если вы хотите получить масштабированное решение, то в этом случае вы будете решать проблему многопроцессности, как запустить несколько иземплиграфов этого веб-сервера сами. То есть Thym не даст вам решения, типового решения, которое позволит его использовать. Но сам он легковесный. И за счет того, что он легковесный, здесь приводится как раз сравнительная диаграмма по количеству запросов. Например, Vangrel в длительное время был полноценным веб-сервером для Ruby, но он работает милее. WebBrick понятен, что разладочный, можно на самом деле его не рассматривать. Прочие варианты надо смотреть. Unicorn сервер. Это один из достаточно часто используемых веб-серверов для Ruby. Unicorn, опять же в переводе с английского, это единорог. Разработчики совершенно не заботятся качеством веб-сайта. То есть если мы откроем веб-сайт, то веб-сайт вообще даже не содержит никакой модной графики, это просто текст. Но при всем при этом, веб-сервер является достаточно быстрым и является популярным. Почему он является популярным? Он однопроточный, многопроцессный веб-сервер. Идея одно приложение, один walker процесс, то есть тот процесс, который обслуживает запросы. Unicorn сам порождает множественное количество этих самых процессов, процессов walker. Все они слушают один UnixSocket. UnixSocket — это канал взаимодействия. То есть это как раз-таки следствие, что использовать его надо совместно с Unix. UnixSocket принимает входные запросы обрабатывать головки и выдает соответствующий UnixSocket, на который подключается веб-сервер и Unicorn. То есть в чем главное преимущество? Одно приложение — один walker процесс. Это значит, что сколько бы мы на нем приложений не запустили, все эти приложения изолированы. Они изолированы друг от друга. В соответствии с теми средствами, которые доступны для операционной системы. То есть сама операционная система будет отслеживать проникновение независимого пространства одного с другого, то есть предотвращать такой доступ. В этом смысле мы получаем полную защиту на уровне операционной системы, полную изоляцию. Если приложение по какой-то причине у нас сбоит, в том числе и какие неприятности могут быть сами приложения на рубль, это не самое страшное. Но если мы подключаем сторонние библиотеки, например, для подключения к субэдэ, которые написаны на чем-то низкого уровня, то мы легко можем убить весь процесс из-за нарушения, например, обращения памяти. То есть в этом случае пострадает только один walker процесс. То есть именно этот процесс и будет перезапущен. Все остальные останутся работать. Как следствие, еще из положительных моментов, которые можно назвать здесь, если вы размещаете приложение, которое доступно большому количеству клиентов, и вам нужно, например, обновить это приложение, какой подход типичный? Остановить все, обновить вое приложение и запустить заново. Но вы получаете период ожидания. То есть в тот момент, когда вы обновляете приложение, в приложении не доступны никому. Если же мы используем Unicorn, то у нас приложение запущено в несколько walker процессов. То есть в этом случае мы просто-напросто обновляем исходный код. Приложение, как правило, запишировано. Дальше начинаем поочередно прибивать walker процессы. То есть получается, что как только мы прекратили работу этого процесса, обслуживающего запросы, сам Unicorn переподнимет этот процесс. Но если мы изменили исходные коды, значит, поднято будет уже новое приложение. Но не во всех случаях это возможно. Опять же, если мы говорим о закэшированных исходных кодах, это будет возможно. Если мы говорим о радикальной смене струковых приложений, то это будет невозможно. Тогда схема гораздо сложнее. Но тем не менее, в простейшем виде мы просто-напросто поочередно прикрываем эти рабочие процессы и все новые, которые подключаются заново, будут подключаться на новую кодовую базу. Таким образом, для конечных пользователей процесс обновления будет практически незаметным. Unicorn использовался, к сожалению, сейчас не могу точно сказать, GitLab. Для чего это было нужно? GitLab — это средство для хранения исходных кодов. OpenSource средства. То есть то средство, которое было написано, доступный для собственного использования как открытый, полностью с открытыми исходными кодами ресурс для хранения исходников по образу и подобию GitHub. Исходные коды. GitLab доступны. GitLab нам здесь интересен именно как, скорее, рекомендация, как писать сложные проекты, высоконагруженные Ruby on Rails приложения. Так вот, в случае GitLab как раз рекомендовалось использовать Unicorn с тем, чтобы иметь параллельные процессы, независимые друг от друга, которые были полностью изолированы. Из архитектуры GitLab также здесь обращаю внимание на вот такой модуль, который называется SiteKickQ. Что это такое? Это хранимая очередь задачи. Дело в том, что у GitLab есть тяжелые задачи. То есть GitLab — это веб-приложение с одной стороны, у которого есть веб-интерфейс, который должен работать интерактивно, а с другой стороны есть тяжелые процессы. Тяжелые процессы, типа, допустим, получить исходники, делать клон-репозиторию Git. То есть что это такое? Этот процесс, он не контролируем по времени. Он может занимать, в зависимости от размера репозитория, вот нескольких секунд до нескольких минут. Потому что надо перепаковать все исходники со всеми изменениями. Это требует времени, репозитория могут быть не очень маленькие, разные репозитории, может быть вообще-то и гигабайты. То есть если вы даже сейчас попытаетесь сделать GitKlon из GitLab, то я думаю, что это уже на сотни мегабайтов. То есть SiteKick — это инструмент, который позволяет сформировать задачи. Почему он называется SiteKickQ? Потому что в этом случае это очередь из этих задач. То есть пользователь обращается к GitLab, формируется долговременная задача. Эта задача размещается в очереди. И дальше постепенно GitLab будет выполнять, точнее не SiteKick будет выполнять на GitLab эти задачи. Эти задачи выполняются асинхронно. И когда-то в будущем пользователь может обратиться еще раз и получить ответ. Ну или каким-либо другим механизмом обращения. То есть таким образом снимается блокировка, долговременная блокировка каналов. По архитектуре обращаю внимание на то, что если у нас локер-процесс заблокирован на выполнение ничего-либо, он не примет на выполнение других запросов. Поэтому мы просто не имеем права блокировать на долгое время все локер-процессы в причине того, что иначе пользователи, которые не знают, что там делается, они будут пытаться подключить к нашему приложению, подключиться, но не будут иметь такой возможности. Локер-процессы заняты, это все. Все, они ждут, пока они не закончат. То есть очередь, организованная подобным образом, она позволяет минимизировать время ожидания. То есть ответ долговременный будет когда-то в будущем сделан, но когда-то потом. Тем не менее, входная очередь в Ginex Unicorn не блокируется. Puma, сервер, опять название в предыдущем случае был не единорог. Здесь Puma, сайт Puma.io, и в этом смысле разработчики уже чуть-чуть, по крайней мере, подумали о том, чтобы сделать хоть какой-то дизайн. Puma, как веб-сервер, сейчас используется как веб-сервер по умолчанию в Rails 5. То есть раньше, по умолчанию, использовался Webbrick. Сейчас Puma адаптирована для режима как production, так и development. То есть development – это режим без фиширования. Любое ваше изменение должно сразу же отображаться. Этот режим очень медленный. И, в общем-то, именно поэтому раньше Webbrick нельзя было использовать ничего, кроме как для оплатки. У Puma есть режим как отладочный, так и режим полноценный. В полноценном режиме чем отличается от Unicorn? Тот был однопоточный. Сейчас. Тот у нас был однопроцессный, прежде всего. Многопроцессный, однопоточный. В этом случае у нас многопоточный и однопроцессный. То есть идея в чем заключалась? В случае Unicorn мы запускаем на одной машине много различных процессов. Каждый процесс под каждое приложение. И видимостью между этими приложениями управляла операционная система. Но мы имеем накладные расходы. Накладные расходы по обслуживанию процессов тяжелее, чем по обслуживанию потоков. И поэтому в случае Puma мы можем запустить один процесс, но на много потоков. Каждый из потоков может соответствовать, например, одному или другому процессора. Если мы говорим о высоконагружном режиме. Но количество процессов один. То есть и один поток, а один обработчик. Значит, если у нас происходит сбой в каком-то потоке, сбой, например, на нижнем уровне, на уровне драйверового доступа, например, к базе данных, то в этом случае у нас может произойти сбой всего сервера. Это недостаток. Но из-за того, что она поточная, модно-процессная схема в обработке в данном случае, то Puma является более высокопроизводителем в сравнении с Unicorn. В классном варианте мы можем запустить несколько процессов. В случае сервера Unicorn, можно сказать, он естественным образом позволяет перейти на кастер. То есть на каждом кластере мы запустим множество процессов и просто-напросто нам нужно сделать один единственный балансировщик. В случае Puma схема гораздо сложнее. То есть на каждой из машин кластера мы должны запустить свой сервер Puma, но при этом мы можем поставить несколько машин. Балансировщик в этом случае нам обязательный. В качестве балансировщика, из того средства, которое разбасывает запросы по различным машинам, также может выступать сервер Nginx. Что такое Fusion Passenger? До недавнего времени это был самый высокопроизводительный модуль, который позволял запускать не Rails-приложение, а не только Rails, а Ruby-приложение вообще. Ну и здесь мы можем видеть разницу скорости, которую заявляет компания. В чем принципиальная отличие Fusion Passenger? Это коммерческий модуль, который можно разместить либо на Apache Web Server, либо на Nginx. Дело все в том, что слепо верить вот этой диаграмме, наверное, не стоит. То есть она взята с официального сайта, они заявляют, что они почти в 20-м раз быстрее, чем Puma. И, кстати, видим соотношение между Unicorn и Puma по скорости. То есть Puma легковесная, но надежность ниже. Unicorn надежность выше и возможности по обслуживанию выше, но скорость ниже, чем у Puma. А здесь мы имеем прирост в 20-м раз. Скорее всего, это правда, но только для какого-то конкретного типа запросов. То есть говорить, что Fusion Passenger может быть в 20-м раз быстрее, как универсальное средство, думаю, что это неправильно. Но это можно проверить. Тем не менее, чем принципиально отличается эта система? Тем, что если компания заявляет, что она обеспечивает в 2 раза выше скорость, вы можете получить платную поддержку этой компании. И если она не обеспечивает на вашем сайте, на вашем приложении такую нагрузку, то вы можете просто-напросто обратиться с пересензией в компанию. И в зависимости от того тарифного плана, который используется, в том числе они, возможно, проведут оптимизацию вашего приложения под Fusion Passenger, либо внесут изменения в сам Fusion Passenger. То есть это особенность коммерческой поддержки. В случае Unicorn или Puma, ну, вы можете доработать, что Unicorn, что Puma, потому что оба они в открытых исходных кодах, но тем не менее, если у вас нет специалистов, способных это проделать, то не факт, что вы задачи сможете решить быстро. Что такое JRuby? JRuby — это проект реализации Ruby на языке Java. С чем интересен этот проект? Интересен он тем, что в рамках Java-машины есть возможность использовать другие языки программирования, есть типовой интерфейс, который это позволяет делать. Ну и самое главное, что когда вы запускаете что-либо по Java-машине, вся структура классов Java, все классы, которые там есть, становятся доступны в рамках реализации того языка, который вы хотите. То есть сейчас поддерживается полностью синтексис Ruby 2.3, свежий синтексис 2.4, 2.5, 1 пока не поддерживается, но в принципе для большинства случаев это не требуется. Как следствие, мы можем писать на Ruby, но при этом использовать любые классы Java, а Java — это одно из основных средств для написания бизнес-приложений для бизнес-логики. То есть получается, что Ruby мы можем здесь использовать как интервьюционный язык для тех модулей, которые требуют высокой скорости, которые написаны уже на Java. Если вы хотите разместить веб-приложения, например, Ruby on Rails-приложения, которые должны работать в рамках корпоративного сайта вместе с другими Java-приложениями, и должно быть размещено на Java-сервере приложений. Есть проект, который называется Warbler. Что это такое? Это возможность сконструировать вар-файл, то есть веб-архив, внутри которого будет упакован jRuby и внутри которого будет находиться ваше приложение. То есть идея вот этого упаковщика Warbler заключается в том, чтобы сделать самый достаточный вар-архив, по сути, с точки зрения Java-сервера. Это Java-приложение, Java-приложение jRuby, которое стартует ваше Ruby on Rails или какое-либо другое приложение. То есть снаружи это просто контейнер Java. Внутри это то приложение, которое вы хотите запустить. В целом, такой подход вам медленнее, чем реализация Ruby на оси, но тем не менее это сильно зависит от того, какого рода приложения вы хотите размещать, и сильно зависит на чем. То есть опять же вопрос, связанный с тем, что типовая схема обслуживания, то есть с точки зрения обслуживания, с точки зрения людей, которые будут выполнять это дело, стоимость по заплате, например, может оказаться ниже, чем с размещением это на отдельной машине на полноценном Ruby, написанном на C. Ну и из мелких особенностей. Есть проект Ruby, то есть попытки писать приложение для Android. Мне, честно говоря, неизвестно. Сейчас какое-либо количество серьезных приложений написано на вебеде Android. Ну просто потому, что на Android все-таки стараются использовать либо чаще всего native вариант, то есть написание приложений на Java, либо на Kotlin, либо на каких-то более простых языках. Ну и переходя к серверам приложений, то есть Java сервера приложений, следует прежде всего отметить Apache Tomcat. Опять видим Apache, то есть сервер приложений Tomcat. Это один из проектов фонда Apache. Но он появился после TPD, поэтому он просто один из проектов Apache. Ну это как сервер Apache, так и, собственно, весь фонд. То есть первая версия появилась в 99-м году, нумерация 3.0. Создан он был компанией Sun. Ну точнее, ну не скажите, она неправильно я высказался. Он был создан на наработку компании Sun. На наработку компании Sun. Чему мы сейчас о ней говорим? Да потому что именно Sun является создателем языка Java и Texas, которые развивались в 90-х годах на Java. То есть, говорю откровенно, Tomcat является первым веб-сервером, открытым веб-сервером, который был разработан для создания веб-приложений на Java. Здесь упомянуты странички технологии ISF и JSP. Что такое Java сервер? Конечно, в то время, в конце 90-х годов, была популярна идея шаблонов. Идея шаблонов, где есть некая разметка, есть вставки на языках программирования, которые мы хотим использовать. Естественно, Java это не обошло стороной, и Java сервлет, и JSP, Java сервер пейдж, выглядят следующим образом. Есть шаблон JSP, в рамках которого есть вставки кода на Java, есть соответствующий сканер этих вставок, которые должны быть откомпилированы в Java класс. Дальше все это собирается вместе и выполняется как связанный Java класс. То есть, с точки зрения технологического подхода, здесь нет разницы между ISP, между и Ruby, например, и RB шаблон, ну, впрочем. Идеи все те же самые. То же самое касается PHP. Есть шаблон с разметкой, есть вставки на каком-то языке. Но для того, чтобы выполнять Java сервер пейдж, в этом случае нам надо иметь Java сервер пейдж, приложение, потому что код компилируется в классе, Java класса, и запустить мы это можем только в том случае, если у нас есть соответствующее окружение для Java. Например, тот же самый сервер Tomcat. Tomcat – это легковесный веб-сервер, легковесный сервер приложения. Если мы говорим о более тяжелых, то среди них можно выделить, например, GlassFish. GlassFish долгое время позиционировался как основной веб-сервер от компании Sun. Причем, поскольку Sun занималась координацией разработки по Java, то есть дальше началась проблема с поддержкой, и в настоящее время GlassFish нельзя рекомендовать как веб-сервер для использования. То есть, несмотря на то, что он полностью удовлетворял спецификации Java Enterprise Edition, то есть, да, он удовлетворяет, но с другой стороны, есть проблема слабильности и надежности, и поддерживать его некому. То есть, чем принципиально отличается GlassFish от Tomcat? И почему, когда говорим о Enterprise Edition, важно, чтобы были определенные компоненты? Дело все в том, что веб-сервер, сервер приложений для Java, это не просто примитивная программа, которая просто транслирует запросы. Это в том числе и большое количество вспомогательных служб, например, Java, Messaging Server, GP, контейнеры, то есть, Enterprise Java Bin контейнеры, Java Persistent Architecture, Java Server Faces и прочие вспомогательные службы. То есть, это множество Java технологий, которые нужны для того, чтобы разместить контейнер с приложением. То есть, с другой стороны, если вы размещаете в рамках технологии Java какое-либо приложение, вам не надо заботиться о мониторинге, конфигурировании, вы должны только выполнять требования для написания в приложении по Java Enterprise Edition, и в этом случае вот эти службы, которые здесь есть, автоматически предоставят вам возможности их использования, в том числе инфекционность, безопасность, каталогия, наймин сервес, то есть, поиск по именам соответствующих компонентов, инжекшн, связывание этих компонентов в порядке необходимости конфигурирования, размещения и прочее. По архитектуре GlassFish, ну, здесь также упомяну, OSG, как архитектура, как шину. То есть, почему она вот здесь вот вынесена? Это шина, которая позволяет выключать модули Java, причем подключать их в зависимости от того, как они связаны по номерам версий. И более того, на лету их можно подменять. То есть, эта шина встречается также, ну, на базе этой шины, в принципе, реализованный Eclipse. Сейчас в новых версиях Java подняли вопрос о том, стоит ли использовать. То есть, с выходом Java 9 те возможности по связыванию с нужными версиями, они ушли тоже на второй план, но, по сути, на эти функции вошли в основном, в самой Java. Тем не менее. Тем не менее, если мы говорим о сервере приложения Java, то это, прежде всего, полноценный набор компонентов. В зависимости от того, каков предоставляется набор компонентов, мы говорим либо о легковесном сервере, типа Tomcat, либо о Enterprise Edition, то есть сервере, ориентированном на интеграцию в существующую инфраструктуру предприятия. Альтернативой, ну и, по сути, основным сервером, тяжелым сервером приложений, который доступен в открытом исходном коде для Java, это сервер JBoss, JBoss Application Server. Сейчас разработчиком является компания RedHut, потому что она купила компанию JBoss, а компания RedHut это основной поставщик open source решений, коммерческих линуксов, то есть весь рынок линукс серверов сейчас поделен, по сути, между RedHut, второй популярностью, это компания Insusie, то есть коммерческие дистрибутивы, то есть как дистрибутивы, бесплатные версии этого Insusie, и третий это canonical. По JBoss, изначально базировалась на Tomcat, частично соответствует Java Enterprise Edition, ну, частично потому что не все требования надо выполнять в большинстве проектов, то есть в большинстве проектов это все уже неполное покрытие Java Enterprise Edition, но для того, чтобы удовлетворять Java Enterprise Edition, в случае Glassfish, это был продукт XANA, им было легко это делать, а JBoss это было делать не легко, причиной того, что они все же ориентирулись на потребности заказчиков, и зарабатывание денег у них было не только на продукте. Сейчас сделали разделение на продукты, которые называются Wildfly и JBoss. JBoss стал чисто коммерческой, то есть коммерческая разработка, которая доступна с открытым исходным кодом, но после того, как вы за нее заплатите. А Wildfly, это отработка технологии в открытом исходном коде. Но в целом, этот продукт относительно стабильный даже в открытом исходном коде, без коммерческой поддержки, и в этом смысле им можно пользоваться. По архитектуре, в общем-то, тоже, поскольку это продукт для обслуживания предприятий, Enterprise Edition, то есть в этом случае мы видим большое количество компонентов, но есть определенные компоненты, которых нет, например, в JBoss, о, в JBoss, о, в JBoss, 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 и для этого, естественно, есть типовые наборы, которые доступны для всех Java Enterprise серверов, и есть такой слой JBoss USB, о JBoss USB я рассказывал в разделе веб-сервисов, то есть возможность на базе этого веб-сервера подключить, в том числе, интеграционные приложения, которые позволяют при помощи высоковым языков, графических языков, типа JBoss и BMN, описать процесс взаимодействия сервисов и использовать их как отдельные сервисы, а также для наших приложений. Какова типовая схема разработки? Но дело в том, что я уже говорил неоднократно, что JBoss является не самым быстрым языком с точки зрения скорости выполнения, хотя он при этом делает акцент на скорость разработки. А Java, наоборот, скорость выполнения будет высокая, но скорость разработки невысокая. Что в этом случае делать? В этом случае надо разбивать приложение на приложение, у которого есть frontend-серверы, то есть легковесные или относительно легковесные веб-приложения, или приложения, которые нам легко разрабатывать, которые легко модифицировать, писать их на языках типа Ruby, потому что их легко модифицировать, а бизнес-логика находится внутри. Написано, например, на Java, и работает она на Java веб-сервере. То есть если мы хотим получить высокопроизводительное решение, оно может выглядеть примерно вот таким образом. Стоит простейший балансировщик здесь, дальше frontend-серверы. По терминологии здесь обращаю внимание, сейчас нет стоявшейся терминологии относительно того, что называть frontend и backend. Backend обычно это логика. то есть backend. Почему backend? Потому что он где-то в конце. И именно целевая адресация запросов. Но при этом у backend-сервера не может быть никакого веб-интерфейса. То есть принципиально, что backend-сервер не обслуживает веб-интерфейс. Frontend. Здесь вопрос терминологии. Традиционно frontend называется. То есть то, что находится впереди в веб-приложении, которое написано на JavaScript и выполняется на браузере. В связи с тем, что сейчас очень сложно разделить логику, логика стала разделяться между браузером и, собственно, серверной частью. Сейчас серверную часть приложения, веб-приложения, очень часто называют backend. Это не всегда правильно. То есть backend, в принципе, не делает никакого веб-интерфейса. Если мы говорим о Rails, который дегидирует представление, это frontend-сервер. Даже если используется JavaScript, это все равно frontend-часть. Просто это frontend, разделенный между браузером и сервером приложения, сервером веб-приложения. То есть в этой терминологии что мы получаем? Веб-пользователи, которые обеспечивают основную нагрузку, они адресуются непосредственно на Ruby on Rails веб-сервере. Здесь мы видим Unicore. Часть статической нагрузки может быть решена до них. Например, сам веб-сервер RunGings может выдать какие-то большие файлы, картинки, изображения, фотографии и прочее, там все что нужно, включая видео, до того, как это все попадет на сервер, на Ruby on Rails. То есть получится, что нет задержек вообще, а сюда отправляется минимальная логика. Если эти веб-серверы могут все выполнить сами, значит они сформируют ответ. Если же требуется обращение бизнес-логики, какой-то тяжелой бизнес-логики построителей отчетов, какие-то вещи, связанные с получением аналитических отчетов, прежде всего, аналитика, либо онлайн обработка транзакций, это все может быть проброшено до бак-консервера. Причем на этом этапе пробрасывания могут быть также балансировщики, которые позволяют из входной фермы серверов перебалансировать нагрузку на бак-консерверы. Причем в том числе они могут быть федеративно распределены, то есть раскинуты, например, по защищенным территориям, когда это востребовано. Например, на случай наводнений или каких-то природных кастров. То есть если у вас все серверы стоят в одном единственном дата-центре, то любые катастрофы, которые касаются этого дата-центра, начиная от, например, электропитания заканчивая наводнением пожарами, приведут к тому, что вы больше работ не сможете. То есть в этом смысле неплохо бы приложение размещать так, чтобы была возможность балансировать нагрузку между различными территориями. Второй аспект, что если мы говорим о предоставлении глобального доступа, то мы ограничены скоростью света и временем состранения сигнала. То есть размещая веб-приложение допустим в Австралии, потому что вы считаете, что это дешево, вряд ли вы сможете качественные услуги предоставлять в Амстердаме, потому что время распространения запроса будет по минимальному отклика 2-3 секунды минимум. То же самое касается межконтинентальных света. В зависимости от того, где у вас клиенты, там вы размещаете приложение. А если вам надо обеспечить работу по синхронизации данных, значит должна быть какая-то внутренняя архитектура, она должна быть скрыта от пользователей, тем не менее, минимальные запросы должны обслуживаться ближними серверами. Ну и плавно мы перешли к вопросу о том, как, собственно, разместить. С точки зрения внутреннего, нижнего условия, мы рассмотрели веб-серверы, которые используются большинством провайдеров. То есть, если вы хотите получить услугу, почти наверняка один из перечисленных ранее веб-серверов будет использован этой компанией, которая предоставляет вам услуги. Но вопрос все-таки, что делать, если вы хотите разместить свое приложение в интернете? Первый вопрос. У любого веб-приложения должно быть доменное имя. Доменное имя, по сути, это то, что мы пишем в адресной строке. Например, github или один из самых известных регистраторов доменных имен это go.dai То есть, что мы здесь видим? домен первого уровня, домен второго уровня, домен третьего уровня. Купить домен первого уровня неважно. Эти домены распределены между государствами и между определенными координационными центрами. Например, зона орг это некоммерческие организации. А сегмент РУ это сегмент, который отдан Российской Федерации. А КОМ это коммерческая организация. Независимо от того, он территориально где он находится. Домен второго уровня вы можете купить. То есть, вы можете приобрести его в отдельного регистратора в блогателе просто в качестве одного из примеров. Количество регистраторов очень большое. У нас на территории страны РОСНИЕРОС и прочее. Но если мы говорим о том, как купить, на самом деле любая компания, которая предоставляет хостинг-услуги предоставит вам возможность купить этот домен в зависимости от того, какой домен первого уровня, такая у вас и будет стоимость оплаты в год. То есть, есть домены, которые дорогие. Например, если вы хотите в доменной зоне TV, вам будет очень дорого обслуживать этот домен. И третий уровень. Третий уровень вы можете управлять сами. то есть, вы покупаете домен второго уровня, управлять доменами третьего уровня, вы можете сами как хотите и создавать домен третьего уровня на любое количество приложений, которое вы хотите. То есть, первый вопрос решить с доменом именем и решить, где его купить. ну, к слову сказать, видите, 150 рублей за первый год, 300 рублей в месяц. Так, ну, надо разбираться с Хостингом. То есть, Хостинг это уже компания, которая представляет приложение, то есть, железо. и того, как размещать. Значит, с доменами мы разобрались. По поводу размещения. У нас есть масса вариантов. Хостинг провайдер. Это провайдер, ну, как следует еще название для Хостинга. Хостинг, то есть, размещение. приложение вы можете разместить на мощности какого-то другого провайдера. Ну, то есть, что это значит? Это значит, что вам компания предоставляет свою операционную систему, в рамках которой вы можете разместить ваше приложение. То есть, как правило, операционный вариант вам предоставляется в Winix Console для обслуживания, вам может быть предоставлен веб-интерфейс, но основная идея заключается в том, что у этой компании есть определенный, допустим, Linux или FBSD операционная система, в рамках которой создано большое количество пользователей, каждому из них ассоциировано определенное доменное имя, и вот в рамках этого доменного имени пользователь имеет возможность запускать свои сайты. Чем это хорошо и чем плохо? Хорошо это тем, что получаете дешево возможность получить пользователь услуги, то есть, разместить ваше приложение на какой-то машине. Плохо тем, что помимо вас там будут сотни клиентов. которые примерно таким же образом размещают. Значит, вопрос безопасности. Непотетически вы можете получить доступ по ошибке, либо просто настроен таким образом, что вы можете получить чужие файлы чужого приложения. То есть, вопрос безопасности здесь есть. Кроме того, есть вопросы, связанные плансировки и нагрузки. Не факт, что этот хвостный провайдер сможет вам обеспечить должное уровень обслуживания. Но, тут вопрос цены. То есть, это самый дешевый вариант. То есть, это исторический основной способ размещения приложения. из других способов. Размещение выделенного сервера. Что это такое? То есть, вы говорите, что хочу использовать свою железку. То есть, никто не должен трогать мое приложение, не буду размещать его на своей железке и хочу поставить эту железку. Для того, чтобы обеспечить доступ в интернет, что нужно? Нужно иметь стабильное электропитание, которое надежно, нужно иметь внешний канал, высокоскоростной интернет канал, который обычно домашним пользователям, как правило, иметь не удается. В принципе, разместить его приложение можно и дома, но есть вопрос, какое количество пользователей вы будете обслуживать. Потому что, домашние провайдеры не гарантируют ничего. Обычно хостинг-провайдеры гарантируют наличие высокоскоростного канала в интернет. Причем этот канал может быть 10 гигабит гарантированной нагрузки, из которой вы просто будете платить в соответствии с трафиком. То есть размещение выделенного сервера это размещение железки на мощности провайдера, который вам обеспечит подключение стабильного внешнего канала, который не зависит от вашего домашнего провайдера, подключение стабильного электропитания, кондиционированное помещение, у вас нет проблем потому что соседи сверху зальют, перегрелось, потому что именно этот провайдер обеспечивает вам размещение этого выделенного сервера. гарантирую, что он будет храниться в температуре допустим 18 градусов цельсия, влажность не выше тридцати процентов, стабильность электропитания не более 15 минут простое в течении года. Кроме того, что можете предоставить провайдера, он может предоставить максимум мониторинг вашего сервера, то есть если там произошел какой-то сбой, он может подойти и нажать кнопку перезагрузить. Ничего другого делать он не будет. Чем хорошо? Вопрос безопасности, то есть вы дали свою железку, никто внутренне ее не залезет. Вы можете ее опечатать, проверять как угодно, она находится в комфортных условиях, где там хорошо тепло и наоборот не холодно, стабильное питание, стабильный внешний канал. Недостаток. Железо имеет склонность выходить из строя. То есть если вы разместили железку, никто вам не может гарантировать, что у вас не накроется жесткий диск, SSD диск, не накроется процессор, не выйдет пристроить системные оплаты и накроется память бананом двух питания. То есть любой из таких случаев придет к тому, что вы имеете простой. Вы не можете уже в этом случае позвонить и сказать, в чем дело, у меня приложение стоит, он скажет, что у вас не работает сервер, что хотите, то и делайте с ним. Значит, в этом случае что надо делать? Ну, самый простой способ на самом деле держать просто два сервера такого гостя провайдера. То есть один вырубился, ну ладно, пока обновляем, второй не работает. Потому что никакого иного варианта, кроме как ехать забирать эту железку, обслужить ее в своих условиях, ввести обратно, тут нет. Большинство таких провайдеров, они вам даже не выдают эту железку в течение дня. Потому что дата-центр, он может находиться где-то далеко от крупных городов, прежде всего где там располагается дата-центр, там где дешевая электроэнергия. Вблизи к электростанции. Массовые электростанции, которые дадут несколько гигаватт энергии, как правило, в городах ориентированы все же на обслуживание населения на дата-центр. То есть, вариант надежный, но дорогой. Реально вам выйдет дорого, потому что за все железо вы будете отвечать сами на выход из строя приведет к тому, что вам надо покупать традиционные железки сами. Дальше. Размещение на общем сервере. По сути, это самый вариант, когда есть общая операционная система, в рамках которой вы размещаете что-ли. И следующий этап это размещение виртуальной машины. То есть, чем виртуальная машина лучше, чем размещение на общем сервере? Тем, что у вас есть какая-никакая изоляция. То есть, ваше веб-приложение не увидит никто другой вам доступной виртуальной машины, как операционные системы. Для вас это выглядит так, как будто вы являетесь уникальным пользователем конкретно этой машины. Как конкретно она плавает по железу, вас не интересует. Значит, плюс безопасность. Второй плюс вам уже не надо заботиться о железе. Выход из строя жесткого диска, выход из строя оперативной памяти. То есть, это проблема того провайдера, который вам предоставляет эту виртуальную услугу. То есть, вам нужна виртуальная услуга, и вы к ней получаете доступ. Недостаток ниже скорость, ниже надежность. чем в случае, например, выделенного сервера, если вы можете это резервировать за счет оборудования. Выделенный сервер, кстати, тоже может иметь виртуальная машина. И последний, скорее, вариант, ну, из тех, которые здесь приводятся, в том, что, в принципе, вариантов размещения приложения много и не сильно. Размещение самого приложения. То есть, вы не хотите заботиться о нижнем слое, вы не хотите заботиться о железе, вы не хотите администрировать виртуальную машину, вы хотите просто взять приложение как приложение. То есть, я знаю, что я разработчик Rails-приложения, вот разместите мне Rails-приложения. Я знать не хочу там о том, на каком железе у вас это все работает. То есть, этот подход размещения контейнера приложения целиком. В этом смысле он является наиболее гибким, потому что приложение в этом смысле может плавать между серверами, вам не важно, на чем, какой там процессор, какая память, это все проблемы того провайдера услуг, к которому вы обратились. И, соответственно, если что-то не работает, то звоните, мое приложение не работает, в чем дело, доколе я буду терпеть безобразие. Или он решает все проблемы. Ну, или не решали. Дальше. Идя последовательно. Самый простейший случай, когда мы размещаем на одном единственном сервере, то есть в рамках общего пространства, нам выделяется общая пользовательская директория. 25 лет назад единственный вариант это Unix-консоль, через которую мы это обслуживаем. То есть текст, телнет, любовь, чуть позже появилась SSH, и никаких других способов. Сейчас, как правило, ну, вы вряд ли найдете провайдера, постинг-провайдера, который не предоставляет панели услуг, то есть веб-панели, которые позволяют управлять этим самым постингом. что она предоставляет? Она предоставляет возможность видеть журналы и операции, вы можете увидеть квоты, то есть об использовании пространства, например, дисков, трафика. Вы можете сконфигурировать адреса электронной почты, управлять FTP, то есть файл-трансфер-протокол, если вы хотите его использовать, управлять базами данных, анализировать статистику, все эти внутренние средства, и иметь, ну, визуально привлекательный интерфейс для работы с файлом. Ну, в принципе, SSH для большинства программистов это вполне себе визуально привлекательный инструмент, но не для простых пользователей. Я имею в виду, скорее, тех пользователей, которые будут обслуживать только сайт. И самое известное это cPanel, ну, есть edge, сферы и прочее, далее, admin, веб-админ. Как выглядит панель? Самое известное, пожалуй, это cPanel. Написано на PHP, ну, потому что, опять же, это было написано очень и очень давно, с открытыми исходными кодами, и это панель, которая может быть установлена хостинг-провайдером. То есть, ее основная задача это обеспечить со стороны пользователей удобнее администрирование, со стороны провайдера распределение ресурсов для различных пользователей. ну, скорее, нас интересует сейчас панель демонстрационная. То есть, cPanel Demo. cPanel Demo. Как она выглядит? Каждому пользователю, который обращается к такому хостинг-провайдеру, дается вот такая панель. То есть, в рамках этой панели он может администрировать свои домены. То есть, видеть, какие домены сейчас обслуживаются, какая директория в рамках общего пространства. И она скажет, что, опять же, вот эти средства вы можете установить на собственных серверах, если вам нужно администрировать несколько приложений, несколько доменов. Кроме того, управление электронной почтой. В рамках домена в качестве бонуса вы получаете возможность использовать этот домен и ящики в рамках этого домена. Но проблема вся в том, что почта электронная, конечно, будет доставлена, она должна быть в хранице. И здесь открытый вопрос относительно того, где обеспечить хранение. Вы можете обеспечить хранение у себя, но вам нужен тогда почтовый сервер. Ибо второй вариант вы можете воспользоваться облачными услугами. То есть, воспользоваться Google Cloud, Яндекс Почтой, Мейл Почтой с точки зрения домена будет выглядеть так, как будто вы отправляете все письма в ваш корпоративный домен, но реально вся почта будет обслуживаться внешним услугам. Ну, в частности, то, о чем я говорю, это не MailRooting, не Google Forwarders, если мы хотим перенаправить почту просто на другие адресы. Если вы хотите администрировать MMP, то вам нужно средство управления веб-сервером. Туда же попадает управление спамом, фильтрами и прочим. Кроме того, надо размещать какие-то файлы. То есть, если мы размещаем приложение, у приложения есть как служебные файлы, так и файлы, которые должны быть доступны для пользователей. Вот он, раздел для управления файлами. Управление базами данных, то есть, тем, чтобы не заниматься управлением из SQL-строки, из консоли, мы можем просто подключить какие-то, допустим, MariaDB, Postgres и прочее. Значит, интерфейс здесь написано MySQL-интерфейс, просто потому, что у MariaDB тоже сам интерфейс для доступа. Программы, то есть, установить то окружение, которое нам нужно, PHP, Perl, Ruby, что хотим. Управление безопасностью, блокировщики, управление доменами, то есть, в рамках одного аккаунта или учетной записи пользователя мы можем настроить несколько доменов для нескольких приложений. Метрики, то есть, ошибки, которые у нас появились, количество посетителей, пропускная способность и прочее. То есть, видим, что все вот это доступно для пользователей. Пользователь минимально может смотреть собственные страницы, может управлять своим приложением. И очень похожая панелька есть со стороны администратора хостинг-провайдера. Там он уже разграничивает квоты между пользователями, может настроить дисковое пространство, может настроить доступ к базам данных и прочее. старая версия здесь представлена на слайде. Она немного отличается от того, что я показывал только что. Это не столь важно на данный момент. самым простым способом размещения мы сейчас разобрались. В принципе, такой вот способ подходит, но он редко используется. Хотя, пожалуй, наверное, самый дешевый. Следующий аспект размещения приложений это виртуализация. То есть, говоря о виртуализации, надо рассмотреть типы виртуализации. Дело в том, что виртуальная архитектура это сейчас много различных уровней, и самый нижний уровень это infrastructure service. То есть, в чем идея? Все они называются сервисом, последняя буква S, но вопрос, что конкретно предоставляется как виртуальная архитектура. Infrastructure service это предоставление уровня инфраструктуры, предоставить что-то, что выглядит как реальное железо. То есть, те самые виртуальные машины. Следующий уровень это platform service. Это операционные системы, это базы данных, это что-то следующего уровня, что скрыто уже от инфраструктуры, то есть, это уже не установка самостоятельной операционной системы, а предоставление конкретной платформы. А верхний уровень это software The Service. То есть, мало того, что вы не видите железа, вы не видите операционной системы, вы пользуетесь просто конкретной услугой. И, соответственно, разный уровень ответственности провайдеров, которые доставляют эти услуги, разные возможности. То есть, инфраструктуры вы ограничены размерами оперативной памяти и дисков, которые доступны в вашей виртуальной машине, у вас нет никакой эластичности. Платформа The Service не ваша проблема, какие диски, какая оперативная память хватает или нет, но ваша проблема ограничения платформы, software The Service вообще не ваши проблемы, где она там, как выполняется, вам нужна функциональность конкретного приложения, и она должна быть предоставлена тем провайдерам услуг, которые есть. Ну и вами самим, если вы являетесь таким провайдером услуг. Говоря об облачных вычислениях, здесь хотелось бы выделить такой слайд. Значит, это была полная презентация Андрея Николаенко сделана еще в тринадцатом году, но, по сути, здесь даны основные определения, которые мы также вытащили, которые мы попытались объединить, относительно того, что считать облачным. То есть, есть понятие виртуальных услуг, есть понятие облачных услуг. Чем принципиально отличаются облачные услуги от виртуальных услуг? Виртуализация, в принципе, это представление того, что здесь написано. Облачные услуги требуют следующих существенных характеристов. самообслуживание по требованию, универсальный доступ по сети, кубирование ресурсов, потому что здесь имеется в виду, что ресурсы объединены в некий пул или набор. То есть, есть множество, допустим, десять доступных каналов разработки для приложений. Из них мы можем затребовать, 9 гарантированные были у нас. Эластичность и учет потребления. Если эти характеристики удовлетворяются, то мы можем говорить об облачных вычислениях. Если нет, то это виртуальная архитектура, но не облачная. Конкретно доклад у него был посвящен архитектуре платформы с акцентом на предоставление облачных услуг для СУБД. К слову сказать, если мы сейчас говорим о таких услугах, такие услуги предоставляются компании Google, например, СУБД, Firebase, или Amazon. Сходные онлайн СУБД, по-моему, и Майкерсов тоже что-то подобное стало делать. То есть СУБД, которая как услуга в облаке, мы можем работать с ней через протоколы типа REST и общаться через JSON, и мы не заботимся об объемах хранения, вообще не наша проблема, ну хватит дисков, не хватит, сколько им там нужно место подвешивать. Но возвращаемся конкретно к нашему задаче. Требования, самообслуживание по требованию, то есть пользователь, клиент услуги может запросить предоставление услуги, когда ему нужно, и эластичность. И что такое эластичность? Это возможность наращивать ресурсы вот этой платформы по мере того, что нам нужно. То есть если нам вдруг понадобилось обслуживать какое-то высоконагруженное веб-приложение, и мы используем базовый уровень инфраструктуры и сервис, одну виртуальную машину, то мы можем упереться в то, что те ресурсы, которые у нас есть, например, один процессор и допустим 8 гигабайт памяти, нам резко стало не хватать. Что делать? Ничего не делать, нам нужна новая виртуальная машина. То есть у нас нет эластичности в этом случае. А в случае софтвера и сервис, мы можем запросить те услуги, которые нам нужны, ну и в общем-то как и платформа за сервис. У нас есть возможность скрыть нижним уровнем, ну или от нас провайдер-услуг скрыть от нас на нижнем уровне, возможность выделения новых ресурсов. То есть эластичность это незаметно для конечного потребителя того, что нам потребовались в 100 раз больше пользователей, нам потребуется в 100 раз больше процессоров и провайдер виртуальных услуг должен обеспечить нам возможность, если он называется облачным. Ну конечно не в том случае, если мы берем у него виртуальную машину. В случае виртуальных машин мы не можем сделать. По продуктам для реализации этих виртуальных сервисных архитектур. из open source ну infrastructure the service то есть виртуальных машин. Чаще всего обслуживаются двумя гипервизорами это Xena KVM и самими этими гипервизорами скорее всего вы пользоваться не захотите. Вы захотите использовать какую-то оболочку веб-оболочку, которая управляет самая известная это openable легковесная удобная для нас она интересна тем, что она написана на руби по крайней мере та часть которая относится к вебу часть со сбором статистики управления написана на C веб-интерфейс написан на руби на руби и на C на второй вариант гораздо более тяжеловесный это open openstack то есть гипервизоры KVM и XN на нижнем уровне а управление через эти веб-интерфейсы из коммерческих VMV Citrix Эвкалитус ну и в том числе множество других это не облачные архитектуры то есть из облачных кого можно назвать следующий уровень платформы за сервис Red Hat OpenShift прежде всего IBM Websphere VMV Cloud ну и вообще-то сейчас появились провайдеры которые предоставляют облачные услуги для виртуальных машин то есть Google Amazon Microsoft Касаемо Software as a Service здесь мы видим пробелы в Open Source почему мы видим пробелы? Пробелы здесь заключается в том, что Open Source решения могут быть сделаны с программными продуктами с открытым исходным кодом сделать это можно но за размещение и за работу надо платить если программисты готовы тратить свое личное время на то, чтобы разрабатывать если компания определенно готова жертвовать например предоставлять Open Source те наработки которые у них есть по разным причинам в том числе и причине того, что они могут на этом зарабатывать деньги то просто предоставить некое железо безвозмездное пользование это дорого то есть надо покупать железо надо платить за электроэнергию за это надо кому-то платить в этом смысле уже недостаточно просто скачать программный продукт и в Open Source решениях нет решений уровня сервиса почти нет просто по причине того, что надо чтобы эти машины работали среди коммерческих ну вот примеры gmail skype в том числе яндекс почта mail почта и прочее то есть вы пользуетесь готовым приложением и не думаете о том как оно выполняется вы получаете услугу и в этом случае мы можем назвать это виртуальной услугой которая называется software это сервис можете использовать любой платный сервис вы не думаете об операционных системах вы не думаете о технологиях на которых они сделаны вы просто пользуетесь теми функциями которые вам нужны и платите ровно за них ну касаемо infrastructure так через сервис здесь один из примеров скалит просто на самом деле близки сейчас похожи там к умб и прочим конкретно почему эта диаграмма была показана ну просто по причине того что здесь позиционируется как enterprise edition возможность использовать один входной балансировщик то есть cloud контроллер или контроллер облака и мы здесь видим что внутри после того как этот cloud контроллер получил управление он раскидывает к средствам управления виртуальных машин которые могут быть сделаны на непосредственно Xenco VM VM на ком угодно IBM и прочим а это сам контроллер просто является как минимум узлом который перенаправляет обеспечивать централизованное управление контроль доступа через него идет управление прочими виртуальными машинами но снаружи пользователь это видит как некую облачную услугу то есть пользователь не знает на чем зависит на самом деле от управления он может знать может не знать конкретно где хранится там на KVM на Xen или на VMW выполняется его виртуальная машина снаружи он будет просто получать некую облачную услугу унифицированную облачную услугу ну как частный случай инфраструкция из-за сервис на самом деле это промежуточные случаи между платформой из-за сервис и десктоп и инфраструкция из-за сервис то что называется десктоп из-за сервис то есть в чем здесь идея идея здесь в том что в качестве услуги вам предоставляется рабочий стол допустим вы работаете на Linux машине но в конкретный момент вам очень понадобилась машина под управлением Windows что делать то есть не устанавливать Windows на свое железо то есть в этом случае вы можете воспользоваться вот таким сервисом вы можете воспользоваться облачным ресурсом который предоставляет виртуальная машина Windows и подключиться к ним с тем чтобы рабочий стол был там а вот компания МОКО5 она предоставляет эту услугу в таком виде что у вас есть возможность создать готовые образы то есть в зависимости от потребностей пользователей сконфигурировать этот рабочий стол с тем составом приложения который ему нужен вы можете собрать эти типовые рабочие столы и выдавать рабочие столы тем пользователям которые нужны в соответствии с разграничением прав доступа в соответствии с теми полномочиями которые у них есть их должностными обязанностями которые они делают и здесь виртуальная машина будет подниматься с той операционной системы с тем образом операционной системы которую вы настроили то есть с одной стороны инфраструкт через сервер с другой стороны автоматическое развертывание операционной системы например Windows или Windows или АКВС в зависимости от того что вы настраиваете в качестве рабочего стола доступ конкретно рабочего стола то есть на чем бы вы ни находились вы можете с планшетом подключиться вы можете там с легковесного терминала подключиться подключиться через машину по среднему с границы где-либо через шифрованный канал через SSL и прочее и получить услугу доступ к рабочему столу поднимаемся по уровню виртуализации это уровень платформы за сервис в чем идея программных продуктов этого уровня ну программный продукт с открытым исходным кодом это подшип несколько у них реализации в том числе несколько названий навешивали что такое сейчас это облачная платформа с тремя размещения она позволяет размещать приложение то есть хочу разместить например PHP и Ruby on Rails приложение да пожалуйста есть веб интерфейс который позволяет разместить приложение скопировав приложение в соответствующую директорию и просто кинуть и кинуть туда zip архив в рамках в рамках OpenShift есть возможность разместить базирование на jboss ясное дело потому что раз компания которая оказывает коммерческие услуги по jboss естественно все это сделано на jboss и более того можно еще и различные приложения для Windows то есть упрощенный вариант мы можем разместить приложение мы не должны думать дальше о том на какой виртуальной машине на каком сервере приложение не размещается мы просто заказываем услугу на размещение приложения если недостаточно вдруг ресурсов это проблема самого OpenShift каким образом переместить на другой сервер приложения как переместить в случае виртуальных машин максимум что может сделать провайдер переместить вашу виртуальную машину в другое жилье а здесь мы даже об этом не думаем сколько экземпляров запустите вашего приложения это все проблемы в OpenShift проблема провайдера уровня платформы сервис среди облачных провайдеров сейчас вариантов очень много то что здесь собрано это собрано прежде всего облачные провайдеры предоставляющие услуги по размещению руби приложений на первом месте в качестве облачного провайдера для руби приложений это провайдер хороку то есть почему такое название название японское и в общем то для него можно сказать что это то место работает где не знаю работает сейчас с юки хиро мусумото то есть автор первый завучек из гауби он работал там длительное время возможно и сейчас работает остальные морф шелли динжин ярд amazon google microsoft это все облачные провайдеры которыми вы можете также пользоваться видишь то общем прежде всего здесь выделены как провайдер дешевых виртуальных машин то есть за пять долларов в месяц вы можете арендовать виртуальную машину которая устроит любую версию динукса которую вы хотите и дальше делайте с ней что хотите у вас будет ограниченное количество оперативной памяти ограниченные ресурсы но зато вы получите полноценную машину в принципе нечто подобное предоставляет и google google он клауд-плафон не э-плафон а клауд ну и надо смотреть цены похожие у амазона и microsoft по надежности сложно что-то сказать но последнее решение от microsoft рекомендуется использовать в тех случаях если вы используете их где-то еще то есть если вы не используете решение от компании microsoft то у вас вариантов много и следует задуматься об удобстве надежности потому что по крайней мере по состоянию на прошлый год этот последний пункт он не был надежным что дальше нас интересует нас интересует провайдер року почему ну потому что это один из самых простых способов как разместить бесплатно ваше приложение то есть этим он нам подкупает вы можете разрабатывать любое приложение рейс приложение и просто напросто установить гем року на вашу машину после чего добавив ключи для доступа ключи это ключи вы можете создать приложение которое создастся там в интернете так сюда не стоило переходить то есть в чем идея идея заключается в том что вы получаете консольная команда которая позволяет вот таким образом при помощи гид сделать гид push року мастер ваш исходный код будет размещен на правой двери року после чего вы можете переименовать домен третьего уровня как хотите ваше приложение и все то есть вот они шаги установить року добавить ключи создать имя создать поместить в это имя приложение и переименовать приложение во что-то читаемое если что-то не читаемое то приложение будет иметь вот такой домен естественно в бесплатном варианте есть ограничения то есть ограничения что вам предоставляется с IBD с не более чем 10 тысячами записей для демонстрационного примера этого достаточно второе ограничение касается скорости обработки то есть вам будет выделен только один поток в один момент времени это значит что в принципе это будет работать не быстро все запросы будут исключительно последовательно обрабатываться если у вас есть тяжелая графика значит пока пользователь не выпущен все картинки ну как они там в последовательности в последовательности запросы образовались браузер сможет там отобразить пустим JavaScript код который позволит каким-то образом перевернуть либо прочий код но никто не мешает заплатить если вам нужно если вы хотите просто продемонстрировать ваше приложение просто показать кому-то можно пользоваться и бесплатным сервисом что хорошо в этом случае хорошо здесь то что в полной мере удовлетворяет требования эластичности панель которую я показываю это старая панель то есть почему я ее здесь показываю просто потому что раньше были наглядные движки Dynos и локер то есть что получается что если вам нужны конкретно сейчас какие-то ресурсы вы можете сдвинуть соответствующий движок и сказать дай мне например две гарантированные машины которая будет работать например не менее 10 процессов зачем это нужно дело все в том что приложение бывает разного назначения если вы делаете веб приложение типичный пример совершенно очень неровной нагрузки то есть пример вы хотите сделать веб приложение для обслуживания какого-либо мероприятия допустим это мероприятие куда должны приехать не менее 10 тысяч человек то есть научная конференция в рамках которой вы должны примерно из этих 10 тысяч сделать 5 тысяч доплатов что это значит любая научная конференция имеет определенные этапы определенные сроки то есть первый срок предоставление аннотации статей второй срок предоставления самих статей для тех чьи аннотации были приняты следующий срок лицензирования публикация исправления замечаний для тех лецензентов потом подготовка к непосредственно мероприятию то есть публикация всех материалов и непосредственно мероприятие что мы видим по нагрузке мероприятие подобного рода мероприятие на пять на десять тысяч человек обычно планируется за полгода в год это значит что если мы делаем веб-приложение мы должны его сделать в рамках не менее чем на год но нагрузка будет большую часть времени практически никакая с нагрузкой с посещаемостью у человека в день но зато в дни когда у нас есть эти точки то есть когда нам надо сдать аннотации то есть получится что из пяти тысяч которых мы хотим принять примерно десять тысяч человек в один день зайдет ну не в один день например в срок в пяти дней концентрации в последний день человеческая натура такова что публикация ответственных материалов делают в последний день то есть нагрузка на сайт вот в эти дни когда мы хотим принять последний например статьи она будет максимальная и значит если у нас большую часть времени нагрузка один человек в день то вот эти вот моменты перед публикацией у нас будет три пять тысяч человек в день десять тысяч человек в день ну естественно в этом случае нам понадобится увеличивать нагрузку и соответственно что получается что вот в эти дни когда у нас публикация аннотация публикация статей публикация переработанных статей и собственно дни мероприятия это всплески когда нам существенно нужно иметь много больше ресурсов чем обычно то есть если мы используем виртуальную машину то почти наверняка виртуальная машина нам нужна либо дорогая сразу но тогда мы будем платить допустим 50 или 100 долларов в месяц в течение года при том что нам нужно ресурсы этой машины только на несколько дней если мы купим славную машину то да она будет дешево стоить но в те дни когда надо публиковать эти материалы пользователи будут кричать как опубликовать у вас ничего не работает они будут правы потому что наша виртуальная машина дешевая не способна это выполнить если же мы говорим об облачном эластичном хостинге то все что нам нужно сделать за день за два дня до того как нам действительно понадобилась нагрузка мы просто сдвигаем вот эти движки мы просто говорим что нам в ближайший день надо будет два узла и например пять вычислительных процессов нам будет выставлен счет но этот счет мы будем оплачивать только вот за те 3-5 дней когда нагрузка реально была востребована и мы не будем платить за там огромное количество времени простые машины при том что мы точно знали что там нагрузка близка к нулю то есть это тот самый плюс который позволяет легко балансировать нагрузку и получить в общем то преимущество виртуализации и эластичности ну не затрачивая никаких собственных средств значит как это работает с точки зрения архитектуры как построена хироку есть статьи на английском языке и даже в переводе на хабре которые иллюстрируют архитектуру как она выглядит хироку по сути это набор балансировщиков в соответствующем веб интерфейсе то есть со средствами доступа к нему все запросы которые приходят извне идут на балансировщики нагрузки дальше есть маршрутизаторы маршрутизаторы кстати появляется DINOS то есть вот они количество тех машин которые мы выставляем для нашего приложения если мы не запрашиваем если мы работаем в режиме который здесь указан значит платформа сама выделяется на свободные DINOS соответственно сколько она их выделила столько нам ресурсов получится тогда мы не жалуемся на производительность если мы хотим гарантированную производительность мы должны оплатить реальные узлы которые будет платформа нам выделять опять же она может переключать эти узлы на другие физические машины но она будет гарантировать что кроме нас им никто не пользуется и кроме того мы можем запустить несколько параллельных рабочих процессов ну там используется может либо Unicron либо Puma то есть если это Puma это просто количество параллельных обработчиков сколько мы можем их пустить DIN это сколько экземпляров самой Puma мы разместим и таким образом что получается что когда мы просто запрашиваем дай мне 5 машин DIN она выделит 5 машин которые где-то находятся в ее архитектуре и если мы запросим допустим 100 локеров каким-то образом она нам выделит эти самые локеры то есть параллельные обработчики которые нам будут предоставлены в эксклюзивное выполнение если нам не нужно эксклюзивное выполнение мы просто снимем и хотелось бы проиллюстрировать интерфейс который я показал он сейчас выглядит несколько иначе но касаемо способа размещения воспользуюсь примером магазина интернет-магазина написанный на рубе на рубе но здесь интересно следующее здесь интересен способ каким образом они позволяют и предлагают посмотреть демонстрашку как работает их магазин просто на сайте гитхаб добавлена кнопка deploy to her all все что вам нужно иметь это настроенный аккаунт аккаунт heroku ну то есть создать самим и heroku позволяет это сделать очень просто в моем случае она уже не попросила это сделать просто потому что у меня уже есть аккаунт heroku посмотрите что произошло дальше heroku запросила создание нового приложения то есть по тому шаблону который дан для магазина шпри нам предложено сделать новое приложение например шпри и пусть будет восемнадцать допустим внутри тридцать 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 пятьдесят два скодируем время выбираем в каком регионе мы хотим разместить это приложение pipeline это автоматизация каким образом мы хотим разместить это приложение то есть откуда брать каким образом мы запускать соответствующие утилиты что конкретно из heroku и сервисов heroku нам надо делать настройка переменных для админа по умолчанию и все что нам надо сделать нажать деплогик app все приложение копируется из исходных кодов и размещается на области heroku шпри еще раз открою так нас интересует с выполняется пошел процесс выполнения развертывания рейлс приложения установка native extensions т.е. платформы зависимых модулей самое главное что все это происходит и детство пределами нашей машины все что мы дали для входа это просто нажали кнопку откуда копировать исходники и к слову сказать вот такой способ он очень удобен если вы хотите делать решение с тем чтобы не тратиться на хостинг услуг самим можете просто заказчикам предлагать разместиться на их ресурсах и сервисах и роков ну и как выглядит панель администрирования здесь пока идет развертывание идет несколько минут поэтому пока вообще на него внимания не будут у нас приложение это руку это панель управления приложение то есть сколько у нас оплата куда его смещать мы можем пользоваться в консоли мы можем пользоваться веб-всправлением мы можем управлять ресурсами которые предоставляются в рамках ресурсов мы можем включить платный доступ что нам нужен веб-доступ и тут же она нас должна предупредить нажать сюда перевести в платный режим и сказать что он подтверждает но делать я это не буду потому что у меня еще тупо ну и то же самое как за сотку вещей и обслуживание базы данных то есть бесплатный режим это 10-30 записей неважно сколько таблиц или больше 10-30 записей платный сколько хотите ну так же обслуживаем то есть вы всегда можете настроить переменные окружения вы можете всегда настроить в режиме обслуживания или в режиме обслуживания, я не хочу, чтобы мои приложения пользовались, в силу того, что я не хочу контролировать, что туда, кто туда разместит, просто мне не надо. И смотрим, что у нас произошло с нашим приложением. Вот оно, Successful Install. В этом случае мы можем просто перейти к приложению. Вот у нас консоль к ироку. И мы видим, что приложение разместилось. То есть оно абсолютно пустое. Говорим перейти. Ну, значит оно еще просто не заплетелось. Так, Ranscript. А, я поспешил несколько, оно еще в процессе установки. Здесь компилированы части, которые относятся к JavaScript. Зажимается, то есть оно размещение идет сразу в режиме production. 63 МБ получился архив нашего приложения. И вот он идет запуск. Видим, что оно запустилось. Повторяем обращение. Так, сам к ироку видим, что написано на Ирланде. WebPremble Cowboy. Приложение. Приложение еще не стартовало. Так. Невероятно, я просто поспешусь к включению. Да, собственно. То, что мы здесь видим, еще пока идут какие-то процессы, связанные с размещением, с запуском этого приложения. Да, и вот запустилось наше приложение. Причем, пока пустое, но там процессы еще идут. Собственно, наполнение базы, я думаю, что сейчас будет. Приложение. То есть, таким образом, получается, что хайлопа как раз один из тех способов, когда, если вы пишете на Руду НРС, вы можете очень легко размещать ваше приложение, в том числе, или просто добавив такую кнопочку «Разместить». Итак, мы подошли к концу нашего курса. То есть, по сути, в рамках курса мы рассмотрели базовые языки программирования. Я надеюсь, что теперь стало понятно, почему курс называется именно язык интернет-программирования. Количество языков, которые мы рассмотрели, достаточно большое. То есть, мы рассмотрели и языки разметки, мы рассмотрели и языки для написания клиентской части, мы рассмотрели Ruby on Rails как язык для написания серверной части. Мы рассмотрели основные технологии, технологии, которые в целом являются тиражированными, и опять же напоминаю, что Ruby и Ruby on Rails оказали очень большое влияние на развитие веб-технологий. Поэтому очень много технологий сейчас просто-напросто зеркально транслированы на другие языки программирования. Ну, по сути, курс является обзорным. Если вы хотите освоить веб-программирование детально, вам следует выбрать конкретное направление, что вам более интересно, написание логики, написание веб-приложении серверной части, клиентской части и уже заниматься самым развитием самым подготовкой в рамках тех направлений, которые вам интересны. На этом наш курс заканчивается. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...